Меня зовут Алексей Загребельный и добро пожаловать на мой обучающий канал А перед вами, как и дама, Сарочка Сделанная на одном из мастер-классов Вот как она выглядит сейчас То есть я обрезал все вот эти кувшинчики старые, подсохшие Здесь еще подсохшие образовались из разряда новых К сожалению, очень большое количество я вентотверстий оставил Вот, восточное, вернее даже не восточное, а юго-восточное, господа Солнце выжигало, просто выжигало у меня траву на подоконнике И даже досталось сарочке Как вы видите, кокедама уже вся черного цвета Это результат обрастания микроводорослями Даже вода уже там зацвела Это результат того, что из грунта, из торфа попадают питательные вещества в воду И в этом растворе, на очень ярком, замечу, очень ярком солнце это все зацветает То есть там и гравий весь покрыт микроводорослями Стенки бутылки вот этой теплички покрыты микроводорослями Вот здесь вы видите, как эта трава проросла Здесь трава проросла Я не буду ее выпалывать, эту траву Я ее оставлю Посмотрю Во-первых, я хочу вот эту сароценю отзимовать Вот, посмотрю Отзимуют ли вот эти травины Потому что они, мне кажется, отлично дополняют композицию Вот, очень, видите, много розеток, точек роста Очень много побегов Молоденьких И вот они вот Растут, растут, растут Ну, пока еще, вот, как вы видите, еще не доросли до взрослого размера То есть следующий лист будет больше Следующий еще больше Потом уже будет там в форме кувшина Ну, к сожалению, мне пришлось срезать старые кувшины Они выглядели очень некрасиво Подсохшие Плюс, мало ли вдруг внутри какие-то крикозябры Бывают слизни приезжают и прячутся в этих кувшинах Вот, поэтому срезал и не жалею Вот, видите, на солнышке конец покраснел То есть вот это вот и крышечка будущая Вот кувшинчик, горлышко кувшина Вот, оно все уже красноватое Насколько помню, это, по-моему, сароцене рубра Если я не ошибаюсь, вроде как рубра Вот, ну, естественно, это все голландская поставка Там уже просто написано сароцене Вот, ну, вот так вот Вот она красивенькая такая Мне нравится, мне очень нравится Вот, подращу Потом буду смотреть, может, там на балконе поставлю Ну и, соответственно, до зимовки и посмотрим, как отзимует Нет, главное, чтобы оно нормально все перезимовало Набралось силы и с новыми силами В следующем году, может, даже еще и кучу новых розеток даст Чтобы все пошло в рост Вот, осталось недолго потерпеть Несколько недель и все будет уже взрослого размера Куча кувшинов Придется даже, скорее всего, наверное, пропалывать ее Очень много розеток Из личного опыта сароценей и пурпурей Которые, в принципе, конечно, кувшины потолще Вот, но они так сильно друг друга сжимали Там все деформировалось просто Вот, и у нее, по-моему, даже то ли столько же Может, даже меньше было точек роста Но приходилось пропалывать раз в несколько недель Причем очень жестоко пропалывать Вот, возможно, то же самое ждет меня и с этими кувшинчиками Вот, ничем не удобряю Вот, и ничем не подкармливаю Мух никаких сюда не кидаю Вот, и не планирую никаких насекомых ей давать То есть, вот как есть, то есть Они замечательно могут расти Вот, и получать энергию из фотосинтеза Вот, красивых вам и здоровых кокедам Не сидите, не смотрите картинки Не пускайте слюну на видео А пробуйте, делайте, действуйте Вот, я с вами прощаюсь До новых встреч, всем пока Подписывайтесь на наш канал И жмите на колокольчик Субтитры сделал DimaTorzok